Привет, привет, мой будущий пианист! Рада приветствовать тебя на моем третьем уроке по игре на фортепиано. Ты у меня уже становишься продвинутым пользователем. Потихоньку, шаг за шагом приближаешься к своей мечте. Десять минут в день, каждый день со мной с Ириной Булаховой, и ты начнешь играть на пианино. Сегодня нам с тобой предстоит изучить новую важную тему, которая называется «Длительность нот». Прежде мы с тобой повторим, что же мы изучили с тобой на прошлом уроке. Повторим наши нотки, где они записываются, как играются. Затем изучим новую тему, и затем поиграем на инструменте. Я надеюсь, ты приобрел нотную тетрадочку, поскольку она нам сегодня пригодится. Ну что, запасайся хорошим настроением и вперед к новым знаниям! Итак, давай же вспомним, что мы с тобой прошли на прошлом уроке. Для начала вспомним, как пишется скрипичный ключ. Вспоминаем. Ручка у нас идет от второй линейки вверх до третьей, к первой, вверх петелька и крючок. Я надеюсь, ты научился писать скрипичный ключ. Давай теперь я проверю, как ты выучил нотки. Ну давай, потренируемся. Напиши мне нотку «Соль». Так, «Соль». Мы пишем там же, откуда у нас начинался скрипичный ключ со второй линейки. Напиши мне нотку «Си». Нотка «Си». Молодец! Напиши мне нотку «Ре». Нотка «Ре». Молодец! Давай мне нотку «Фа». «Фа». Отлично! Ну, теперь «Ля». Хорошо. Так, «Ля». Теперь осталась нотка «Ми». Где находится у нас нотка «Ми»? Правильно, «Ми» находится на первой линейке. Так, какую нотку мы забыли? Самая первая нотка – нотка «До». Так, нотка «До» находится на добавочной линейке. Повторим. Нотка «Соль» на второй линейке. Нотка «Си» на третьей. Нотка «Ре» под первой линейкой. Нотка «Фа» между первой и второй. Нотка «Ля» между второй и третьей. Нотка «Ми» на первой линейке. Нотка «До» на добавочной линейке. И сегодня мы начнем с тобой новую тему, которая называется «Длительность нот». Многие думают, это сложно, но на самом деле это не так уж и сложно. Каждая нотка в произведении имеет свою длительность. Давай представим, что внутри у нас звучит метроном. Внутренний голос, который ровно, четко отсчитывает нам счет. Например, смотри. Раз, два, три, четыре. 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 Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. И так далее. Мы с тобой посчитали на четыре счета. Вот та нотка, которая длится четыре счета. Раз, два, три, четыре. Называется «Целая нотка». Рисуется, пишется вот так вот. Не закрашенная, без каких-либо палочек. Это целая нотка. Она длится четыре счета. Или можно иным языком сказать четыре четверти. Раз, два, три, четыре. Например, ми. Раз, два, три, четыре. То есть четыре счета четыре четверти. Это несложно. Такая же целая нотка у нас состоит из двух ноток, которые называются половинные нотки. Они не закрашены вот с такой вертикальной черточкой. Половинные нотки, легко догадаться, если целая нотка у нас длится четыре счета, четыре четверти, то каждая из половинок длится по два счета. Раз, два, три, четыре. Это несложно. Каждая половинная нотка у нас делится на две нотки, которые считаются по одному счету. Посмотри, вот. Смотри, здесь четыре. Здесь четыре счета. Раз, два, три, четыре. Или же четыре четверти. Эти нотки закрашены вот с такой чертой. И далее каждая четверть делится еще на маленькие, коротенькие нотки, которые называются восьмые нотки. Можно сказать восьмушки. Вот такое название. И они пишутся вот как это, только вот здесь вот такой вот крючок. Это восьмушка, это восьмушка. Здесь две восьмушки. Да? Вот смотри, две восьмушки. Но можно так писать, а можно без крючков просто взять и вот так вот соединить. Вот так вот соединить. Да? Две восьмые нотки. Смотри. Раз. Вот. Вот так вот соединить. Это две восьмые. Это то же самое, просто соединенные. Иногда даже соединяют четыре, например. Смотри. Фа, соль, фа, ре. Четыре нотки. Если они восьмые, то их вот так соединяют чертой. Можно три, можно две соединить. Это восьмые нотки. Как же они считаются? Если четвертные считаются раз, два, три, четыре, то здесь мы делим эту как бы на две части. Раз и два и три и четыре и. Коротенькие нотки, которые умещаются в один счет. Раз и два и три и четыре и. Ну, я надеюсь, это не сложно. Еще раз давай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз и два, и три, и четыре и. Вот такая вот длительность ноток, которая на сегодня пока вот для нас достаточно знать. Есть еще короче, пока не будем об этом говорить. Тебе может показаться непонятным все, что мы сейчас понаписали. Но на самом деле это не так уж и сложно. Достаточно нам сесть с тобой за инструмент. Давай достанем ту мелодию, которую мы записывали с тобой на прошлом уроке. Мы поставим ее перед собой на пианино. Будем смотреть на нее, играть и считать. В прошлый раз у нас был размер там две четверти. Мы сейчас с тобой поиграем, и все встанет на свои места. Ну что, мой друг, удобненько сели за пианино. Сегодня у нас за окном идет дождь. Очень пасмурно, так и хочется спеть. Ну это мы отвлеклись немножечко. Вернемся к нашему уроку. Итак, давай сначала разогреем наши пальчики. Положим ручки на колени. Сегодня тот прием, которым мы будем играть впервые, называется приемом стаккатто. Что это значит? Что наши пальчики будут отскакивать от клавиши, как мячики. При этом кисть будет подниматься вверх. Посмотри, как мячик. Как мячик. И сегодня в конце-то концов давай поиграем всеми пальчиками. Начнет играть первый пальчик, потом второй, третий. После третьего будет вот так вот подкладываться первый. Потом по порядку. Третий, четвертый и пятый. И дальше вниз. Посмотри, пятый, четвертый, третий, второй, первый. Дальше сверху третий, второй, первый. Вот такая вот последовательность. Тебе нужно ее запомнить. Еще раз давай. Первый, второй, третий, первый, второй. Третий, четвертый, пятый. Как мячики. Пятый, четвертый, третий, второй. Первый, третий, второй, первый. Так, отлично. Не забудь, что все расслаблено у нас играет вся рука. Да, всем весом. Как мячики отскакиваем. Посмотри. Как мячики, пальчики цепкие. Этот прием называется стаккатто. Давай поиграем левой рукой. Правая уже разогрелась. Левая рука начинает пятым пальчиком, мизинчиком. Стаккатто. Четвертый, третий, второй, первый, третий. Посмотри, после первого, как бы третий сверху идет. Третий, второй, первый. И вниз. Первый, второй, третий. Дальше подкладывается опять. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Так, запомнил? Сложно? Но мы сложности не боимся. Ты помнишь, да? Давай еще раз. Пятый, четвертый, третий, второй, первый, третий, второй, первый. И вниз. Стаккатто. Прыгаем, как мячики. Рука свободная. Плечи не поднимаем. Локти не отставляем в стороны. Так, ну что, сложно? Не сложно. Главное, немножко позаниматься. Так, ручки разогрели. Теперь вспомним нашу мелодию. Поставим ее перед собой, перед глазками. Вспомним нашу мелодию. Там был размер две четверти. Сейчас будем играть и сразу же считать. Послушай, как это будет выглядеть. Смотри. Раз и два и. Сняли, положили на колени. Вот мы с тобой посчитали наши нотки. То есть у нас шли здесь четвертные нотки, четвертные, четвертные, четверти, а вот это половинная. Дальше четвертные. Раз, два, раз, два. Половинная нотка. До, половинная нотка. Посчитали, сняли. Вот все, что мы сегодня изучили, вот мы с тобой проработали. Я не думаю, что это так сложно, поскольку здесь все очень просто. Главное, это немножечко, вот смотри, чтобы у тебя внутри метроном был, чтобы он не убыстрялся и не замедлялся. Вот считаем ровно. Раз, два, раз, два. Даже если у тебя есть вот такой синтезатор, здесь есть такая функция метроном. Ты можешь себе включить раз, два, раз, два. Раз и два и 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 сняли, положили. Вот наша задача на сегодня выполнена. Мы с тобой поиграли и посчитали. Ну, не забудь наш прием стаканта, который мы выучили, да? В дальнейшем мы будем соединять две руки, да? Но пока, пока этого не делай. Это будет потом. Посмотри. Пока этого не делай. Пока учи каждую ручку отдельно, чтобы ручки научились правильно брать наши нотки. Ну что, готовься к четвертому уроку, занимайся, ставь лайки на мой канал, подписывайся. Жду тебя на моем четвертом уроке. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok